МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканала ИТВ наши новости. О самых ярких событиях сегодняшнего дня поговорим прямо сейчас. Преподаватели Крымского федерального перевели книгу Дом Гримальди на французский язык. Специалисты получили благодарственное письмо от Министерства культуры за высококлассную работу. Представительство рода Гримальди в Крыму связано с историей Крыма. Дом после капитального ремонта остался без крыши. На стенах и потолках появились многочисленные трещины. Куда деваются бюджетные средства, нам никто отвечать не хочет. Свою мечту сегодня смогли воплотить в реальность более 70 человек. Благодаря творческому конкурсу «Я хочу написать закон. Это стало возможно». Обладатели лучших работ удостоились путевки из Санкт-Петербург, где их ждут незабываемые экскурсии по культурным достопримечательностям города. Структура работы должна соответствовать структуре закона и содержать в себе такие элементы, как обоснование, название, содержание, ответственность за несоблюдение закона. Текст должен быть исполнен юридическим языком, соответствующей терминологией. Этот конкурс набирает обороты, набирает популярность. У нас уже почти 70 человек участников конкурса было. С каждым годом их становится все больше. Отрадно отметить то, что не только студенты принимают участие в конкурсе, которые уже избрали себе, видят себя в будущем юристами, но и школьники активно проявляют свою гражданскую позицию, высказывают свое мнение, вносят свои предложения, что сделать с точки зрения юридического изменения, юридического поля. Участниками конкурса стали студенты и школьники. В этом году отборочный тур прошло более 70 работ. Участники подошли к заданию ответственно, рассказывает Лариса Апанасюк, заместитель председателя Совета Министров Республики Крым. Многие работы удивили и порадовались своим профессионализмом. Такими темпами еще чуть-чуть и мероприятие примет общероссийский характер. Очень порадовала не только актуальность этих работ, но и грамотность не только студентов, но и наших школьников. Поэтому видно было, что изучали и правовую литературу, то есть серьезно подошли к этим вопросам. И важно не только то, что это смысловая, очень хорошая нагрузка у этих работ, актуальная, я не буду сейчас раскрывать секрет, уже потом будет видно, но и то, что соблюдается юридическая техника. Я хочу сказать, что некоторые нормативные акты, приходится по работе с ними сталкиваться, которые проекты нормативных актов, которые приходят, но они по уровню уступают некоторым работам наших участников конкурса. Мустафа учится в 10 классе. Несмотря на юный возраст, парень упорно идет к своей цели. Он давно уже определился, поступать будет в юридические. Способности и желания есть, а это, пожалуй, главная составляющая успеха. Вот и сегодня Мустафа представляет свой закон на тему проведения Дня открытых дверей в Министерстве образования, науки и молодежи Республики Крым для лидеров школьного ученического самоуправления. Это польза для школьного самоуправления, потому что дети будут развиваться, дети будут видеть, им будет к чему стремиться, им будет на кого все-таки равняться. И деятельность школьного самоуправления, и вообще деятельность нашего с вами будущего, то есть президентов школ, они будут действовать лучше, оперативнее, и вообще для них это будет, я считаю, полезно. Написать закон можно было на любую тематику и направление. Никаких ограничений не было. Ведь главная цель конкурса – воспитать у молодого поколения правовое сознание, обучить правовой культуре, а также развить творческие способности и интерес к правотворческой деятельности. Дарья Костенко, Александр Рыбин, Служба новостей и ТВ. Преподаватели Института иностранной филологии Крымского федерального университета перевели уникальную книгу об истории рода Гримальди на французский язык. За высококлассный труд специалисты удостоились благодарности от министра культуры республики. Как связан род Гримальди с Крымом и сколько времени ушло на перевод произведения, расскажет Анастасия Калугина. В Институте иностранной филологии перевели уникальную книгу «Историю рода Гримальди на французский язык». Это отметили в Министерстве культуры Крыма. 6 октября в этом году состоялась встреча в Третьяковской галерее президента России и правящего князя Монако Альберта II. Экспозиция, которую собрали в музеях, архивах и коллекциях России, рассказала об истории взаимоотношений от Российского императорского дома и княжеского дома Гримальди до современного взаимодействия между странами. В честь десятилетия дипломатических отношений между странами в подарок была вручена книга. Дело в том, что род Гримальди, правящий с 13 века в Монако, имеет очень тесные связи как генуэзский род с Крымом. И естественно, что в музеях Крыма различные документы существуют в архивах, посвященные вот этому тесному взаимодействию. Генуэ в свое время, Судака, Феодосия и так далее. Министр культуры Крыма считает, перевод выполнен высококлассно. В официальном письме от министерства благодарность преподавателям и специалистам института, которые приняли участие в переводе. Также министр отметила значимость самой книги. Считает, это своеобразное исследование переплетений и взаимопроникновения культур Запада и Востока. Дом Гримальди – не первый опыт крымских специалистов. Помимо научной деятельности и преподавания, они практикуются в переводе. Представительство рода Гримальди в Крыму связано с историей Крыма. И поэтому приходилось делать перевод не только на французский язык и привлекать знания, скажем, фоновые не только из французского языка, а пользоваться и итальянским, испанским, немецким, английским, латинским, древнегреческим. Также привлекать фоновые знания из тюркских языков, из древних ближневосточных языков. Важно отметить, перевод уникальной книги выполнен всего за два с половиной дня всеми членами коллектива кафедры романской и классической филологии. Анастасия Калугина, Служба новостей и ТВ. На капитальный ремонт двухэтажного жилого дома в Симферополе было выделено несколько миллионов рублей. Для жителей ветхого здания это стало настоящим подарком. Однако позже, когда рабочие приступили к своим обязанностям, радость быстро покинула владельцев квартиры этого дома. В итоге сейчас у здания нет крыши, по стенам пошли трещины, а грибок растянулся пятнами на потолке. Люди надеются, что ситуацию удастся изменить. В Симферополе жители двухэтажного дома по улице Металистов уже полтора месяца живут в нечеловеческих условиях. Людям должны были сделать капитальный ремонт, сменить крышу, обновить фасад здания. Однако вместо того, чтобы выполнить все обещания, рабочие просто выгрузили строительный материал от дворя дома, а затем уехали. Теперь все, что осталось у жильцов, это плесень от сырости в комнатах и надежда на то, что ситуацию удастся сдвинуть с мертвой точки. Крышу разобрали, не сделали. Мы ходили на Толстого 15, нам ответил, который отвечает за все это, говорит, как не сделали. Говорит, вот у вас тут процентовка уже палладиум энергии отчиталась, что произведен капремонт, можно так сказать. Фасад. По смете забито 200 квадратов, то есть приехал инженер сначала там 150, потом 100. В итоге на данный момент можете сами в этом убедиться, вот, то есть фасад вообще не сделан. И по смете еще заложены входные двери, которые тоже, ну вот, то есть замена их не произошла. Люди живут в этом здании уже не одно десятилетие. По их словам, техническое состояние дома далеко от идеала, ведь в грядущем году ему исполняется ровно 100 лет. Однако даже в прежних условиях, когда долгожданный ремонт еще не начался, жить было комфортнее, ведь сверху на голову не сыпалась штукатурка, а потолок не был покрыт многочисленными дырками и желтыми пятнами. Стали делать, стали ходить, как обычно там рабочие, и появились трещины на потолке. Потолки высокие, здания старые. Больше всего тревожит то, что эти оранжевые пятна и грибок. Детей много, дети начнут болеть. Это меня тревожит. Больше всего вопросов возникает по поводу брошенных строительных материалов. Мешки с цементом, шпаклевка, деревянные доски, куски шифера и многое другое. Все это лежит прямо на земле под открытым небом. Становится абсолютно непонятно, как в условиях сильного мороза, который пришел в Симферополь несколько дней назад, расходный материал сумеет сохранить все свойства, необходимые для будущего строительства. Лежат под снегом, которые обмерзлись доски. Они на данный момент все напитались лагой, промерзлись. То есть они могут поломаться, скажем так. Это будет короб нашей крыши, так называемой, скажем. То есть вот еще находятся доски тоже на короб. То есть вы можете сами убедиться. Сейчас мы их попытаемся. Вот, то есть они не обработаны специальной смесью противогрибковой, противопожарной. По словам жителей проблемного дома, они уже не раз обращались к властям с просьбой помочь в этом запутанном деле и наказать виновных. Ведь именно по чьей-то халатности люди вынуждены жить в нечеловеческих условиях. Из письма исходит то, что 30-го, 11-го, 2016-го года работы по устройству нового покрытия кровли, металлочерепицы, начаты. Как они отвечают. На данный момент, вот вы сами убедились, что работы не начаты по устройству металлочерепицы. Ее только 15 декабря 2016 года только привезли. Не ясно одно, почему компания, которая занимается капитальным ремонтом ветхого жилья, не хочет выполнять свои прямые обязанности. Люди говорят, их кормят постоянными обещаниями и гарантируют, что строители приедут в скором времени и все исправят. Но ничего не происходит. По нашей просьбе жительница этого дома в очередной раз позвонила в строительную фирму, чтобы узнать, когда ждать помощи. Но при этом уточнила. На этот раз телефонный разговор осуществляется в присутствии журналистов. Через полчаса будут люди на объекте. Через полчаса. А дальше как они? Сегодня полчаса, а завтра... И будут работать. Хорошо. Спасибо. Сказать, что приехала телекомпания ЭТВ, да, вот он. Через полчаса появятся рабочие. Я же не могу каждый день вас вызывать, правильно? Чтобы они появлялись. Как позже сообщили нам жители ветхого жилья, строители все же приехали. Однако заявили сразу, из-за снега ремонтные работы начать не могут. Необходимо дождаться, пока погодные условия наладятся и крыша станет чистой. Но сколько еще ждать того заветного потепления? И должны ли люди страдать по чужой вине? Вопрос, который остается открытым. Мы будем следить за развитием событий и обратимся к властям города за комментариями. Егор Зайцев, Виталий Голубев, Служба новостей, ИТВ. Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными на дороге в связи с ухудшением погодных условий. Резкое понижение температуры воздуха, снегопад, гололед. Существует большой риск попасть в сложную дорожную ситуацию. Рекомендуют соблюдать допустимый скоростной режим, безопасную дистанцию, правила маневрирования. Особое внимание уделять находящимся вблизи проезжей части дороги пешеходам. По возможности не планировать дальних поездок в ближайшие дни воздержаться от незапланированных поездок в черте города. А пешеходам, в свою очередь, желательно использовать в темное время суток светоотражающие элементы на одежде. В настоящее время обстановка на дорогах общего пользования стабильная. Движение транспорта осуществляется без ограничений и без больших пробок. По сообщениям ЧС России по Республике Крым в Грушевском и Ангарском перевале для показания оперативной помощи автовладельцам в случае необходимости развернуты 6 единиц передвижных пунктов обогрева. Готовы к развертыванию еще 24 пункта. Спасатели следят за изменениями погодных условий в режиме реального времени. Особое внимание уделяется работе паромной переправы, которая работает по фактической погоде. Чрезвычайных ситуаций на территории полуострова за прошедшие сутки не произошло. Объекты жизнеобеспечения работают исправно, в стандартном режиме. Аварий на объектах теплоснабжения и электроснабжения не зарегистрировано. Были определенные нюансы в пригороде города Симферополя, в самом городе. Работала снегоочистительная техника, дороги посыпались. Где-то, может, и не своевременно, но здесь объективные причины. Отдельные водители выехали на летней резине. Многие автовладельцы были свидетелями этих нюансов. В целом, все автодороги по территории республики проездные. Во второй части выпуска не пропустите. Полиция пресекла 23-летнего сбытчика наркотической соли в городе Саки. Нарушителю грозит срок до 20 лет лишения свободы. Обнаружено изъято около 150 грамм психотропного наркотических средств. В селе Вишневой под Севастополем местные жители бьют тревогу. Они утверждают, их лишает парка и детской площадки. Для ФАПа, который занимает 1-2 сотки земли, почему-то выделено целых 20 соток земли. Из-за сильного похолодания крымчане активнее стали использовать электрообогреватели. Это приводит к чрезмерной нагрузке на энергосистему полуострова. Чтобы исключить перенапряжение, Крымэнерго запустила дизель-генераторы. Однако на шум агрегатов стали жаловаться местные жители. Теперь предприятие просит экономнее относиться к использованию электроприборов, особенно утром и вечером, чтобы не приходилось подключать генераторы и раздражать крымчан. Крымэнерго сообщает, что больше всего энергии потребляют электроплиты, бойлеры, стиральные машины, обогреватели и другие подобные приборы. Сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета по республике Крым установили и задержали преступника, который в ноябре этого года совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки. Следком уже возбудил уголовное дело. По факту сейчас правоохранители ищут других жертв педофила, чтобы помочь им сообщать о всех действиях насильственного характера, о которых вы знаете по телефону. Плюс 7 978 909 11 11. Плюс 7 978 724 73 28. Полиция в городе Сайки пресекла деятельность молодого бизнесмена, который занимался сбытом синтетических наркотиков, так называемой соли. В автомобиле и доме нарушителя правоохранители изъяли 21 пакетик с синтетическими солями. Задержанную крымчанину грозит до 20 лет лишения свободы. 23-летний житель города Сайки сбывал наркотики с помощью сети интернет. Правоохранители выяснили, что молодой человек действовал подпольно, прятал пакетики с синтетическими наркотиками, так называемой солью, делал закладки в разных районах города, затем фотографировал места и отправлял своим клиентам, указывая приметы местоположения. В ходе оперативных мероприятий правоохранительные органы изъяли более 100 граммов энметилофедрона. Была обнаружена и изъята 21 закладка, заложенная им с наркотическим средством энметилофедрон. Проведен обыск по его месту жительства, в ходе которого обнаружено и изъято около 150 грамм психотропного наркотических средств, изъяты весы, изъяты полимерные пакетики с пазовыми замками, пищевая пленка, которую он хранил и использовал для приготовления ранее изъятых закладок. Изъятое вещество является психотропным. Деньги за наркотики сбытчик получал тоже виртуально. В ходе его личного досмотра у него изъята банковская карта, по которой сейчас в Росфинмониторинге назначено финансовое расследование, чтобы узнать передвижение, поступление денежных средств к нему, от него. Также в ходе обыска у него изъяты банковские чеки, по которым он обналичивал денежные средства, полученные от сбыта наркотических средств, порядка 250 тысяч рублей. Следственный отдел межмуниципального отдела МВД России САГСКИ возбудил уголовное дело по двум соответствующим статьям. Нарушителю грозит до 20 лет лишения свободы. Анастасия Калугина, Служба новостей и ТВ. Для чего под фельдшерско-акушерский пункт в селе Вишневом под Севастополем местные власти выделили 18 соток земли? В редакцию наших коллег обратились граждане, которые считают, что в самое ближайшее время поселок может лишиться сквера. Вера и детской площадки, который находится между Домом культуры и недавно построенным ФАПом. На вехонький ярко-оранжевый модульный фельдшер-акушерский пункт в центре Вишнева прямо перед местным Домом культуры появился недавно, но уже послужил причиной пусть небольшой, но конфликтной ситуации. Для ФАПа, который занимает 1-2 сотки земли, почему-то выделено целых 20 соток земли. То есть вот эта вся территория, если вы потом посмотрите перед ДК на всю ширину, она почему-то передана 4-й городской больнице. Станислав Богатыренко, который, к слову, живет не в Вишневом, а в соседней Орловке, опасается, как будут использоваться лишние сотки земли, которые отошли 4-й горбольнице. Какова судьба территории перед Домом культуры, небольшого сквера и детской площадки? Его тревоги разделяют местные жители, о чем свидетельствует подписной лист, в котором 23 фамилии. Здесь запланировано какое-то дополнительное развитие. Как это будет выглядеть развитие? Это будет решать уже 4-я горбольница города Севастополя. Никакого отношения к Вишневому, к его детям и все остальное она иметь не будет. У них свои цели, у них свои задачи, у них свои муниципальные программы. И поэтому, раз передали эту землю, то эта земля уйдет не по тому назначению, которое хотят люди. Глава Качинского муниципалитета Николай Герасим, его заместитель Роман Тюшко, прибыли на место практически одновременно с нашей съемочной группой. Тревоги Станислава Богатыренко они, мягко говоря, не разделяют. Я далек от той мысли, что 4-я городская больница здесь поставит себе какую-то дачу или еще что-нибудь. Однако по закону бюджетные деньги муниципального округа его руководители не могут тратить на землю, которая фактически к округу не относится. Каким образом власти Качи намерены благоустроить 18 соток относящихся теперь 4-й горбольницы, Николай Герасим не уточнил. А в целом же основной причиной возникшего конфликта, по-видимому, послужила неинформированность граждан. Если этот вопрос отрегулируется, если Качинское муниципальное образование отчитается, будем говорить, и проинформирует людей о том, что все конфликты автоматически исчезли. Николай Герасим попытался отчитаться о перспективах развития участка земли между ФАПом и Домом культуры прямо здесь, на месте, на камеру. Территория, которая прилегает будет к фельдшерско-акушерскому полту, будет благоустроена, детская площадка. Мы планируем на 2017 год здесь сделать хорошее благоустройство. А заодно отверг обвинение Станислава Богатыренко о том, что местная власть что-то утаивает от жителей Вишневого. Информация у нас всегда размещена на сайте муниципального образования, а также на информационных стендах. Данных о ФАПе к судьбе сквера у Дома культуры в Вишневом мы не обнаружили. Тем не менее, в разделе новости можно найти информацию об общественном обсуждении проектов муниципального округа Кача. И это лишь один из видов взаимодействия населения с властью. Крымская сборная по боксу в матчевой встрече одержала победу над командой Пекина. За республику выступили спортсмены из Симферополя и Алушты. Китайская сборная представила медалистов чемпионатов страны и Азии. В состав каждой из команд вошли по пять боксеров. Первым на ринг от Крыма вышел симферополец Арутюн Абраян, представитель весовой категории до 64 килограммов. Уверенные действия этого спортсмена задали тон выступлению команды в целом. Абраян выглядел предпочтительнее в каждом из трех раундов. Более того, имел все шансы для того, чтобы завершить поединок досрочно. Однако в итоге довольствовался победой по очкам. Я стремился, тренировался и как-нибудь узнал, что будут соревнования, такие как матчевая встреча против Китая. Я готовился, хотел выиграть. У меня это получилось, я рад. Развил превосходство крымской команды Александр Головач из Алушты. Он также владел преимуществом своего противника. Крымчанин встретил в ринге не впервые. Уже выходил против него в составе сборной родной Алушты. Тогда также одержал уверенную победу. Нынешний бой, по словам победителя, оказался самым сложным в его карьере. Соперник был достаточно тяжелый для меня. Я с ним боксировал уже на матчевых встречах в городе Алушты. Но достаточно неудобный был, корявый. Бил больше нестандартные удары. Но для меня показался самый тяжелый бой пока из международных встреч, в которых я боксировал. Общую победу крымской команде уже в следующем бою подарил бронзовый призер мира Игорь Викторов. Хотя именно поединок с его участием оказался самым сложным из выигранных крымчанами. Соперник Джиле Ту. Также хороший знакомый симферопольца, с которым Викторов проводил спарринги на сборах. В итоге бой прошел с переменным успехом. И все же крымчанин сумел убедить судей в своем превосходстве. Боксер, да, хороший. Дело в том, что 169 килограммов боксировал в 1999 год. А этому сопернику 34 года уже взрослый. То есть уже титуловый, но опытный боксер. Поэтому с ним я предполагал, чтобы уйти жилой. Мы очень рады, что приехали в Симферополь. Мы получили то, что хотели. Спасибо местным тренерам и организаторам этой матчевой встречи. Российские боксеры всегда мощно выступают. Поэтому для нас хороший шанс и большая честь поучаствовать в этих поединках. А вот в двух оставшихся поединках возрастной категории взрослые крымчане уже не знали радости побед. Поражение потерпели Глеб Бокши и тяжеловес Сергей Ерошек. Правда, в оправдании лидера этой сборной Крыма в ринге против Бокши вышел действующий чемпион азиатских игр Джан Уэн Тин. В итоге крымская сборная одержала победу с минимальным превосходством 3-2. В Алуште продолжается трехдневный розыгрыш чемпионата России по кикбоксингу в разделе «Поинтфайтинг», а также всероссийский турнир по «Лайтконтакту». В нем представлены спортсмены не только из ближайших регионов страны, но также представители более отдаленных, например, Самары. Турнир подводит итог спортивному году для крымской сборной. Сезон такой же насыщенный, как и предыдущая. А местная федерация по-прежнему одна из лидирующих на полуострове. Это уже последние соревнования в этом году для крымчан перед Новым годом. Очень хороший сезон, у нас много ребят в сборной России в этом году. Мы сейчас постараемся сделать его базовым видом спорта. В Симферополе в январе пройдут первый чемпионат города Симферополя. Потом мы едем в Анапу 4-5, по-моему, 6 февраля. Едем в Анапу на Южный федеральный округ. И потом уже оттуда на чемпионат России. Алушта уже второй год подряд обращает на себя внимание Российской Федерации кикбоксинга. Тут неоднократно проводили сборы ведущих спортсменов страны. Теперь город стал резервным объектом проведения всероссийских стартов. Крыму большое спасибо, можно сказать, за то, что они выручили сейчас федерацию и взяли на себя это проведение. Потому что он не был запланирован первоначально. Московская область отказалась и Крым согласились. Мы очень рады побывать на этой земле. И очень много крымчан выступают на этих соревнованиях, что тоже немаловажно. И тренеры, и руководители Российской Федерации кикбоксинга отмечают высокий потенциал местных спортсменов. Крымчане уже по праву считаются одними из лидеров в масштабах Южного федерального округа. Ряды команды страны за счет кикбоксеров из республики пополняются новыми квалифицированными кадрами. Я в республике Крым приезжал на самый первый турнир, который проходил в Симферополе. Когда только Крымская Федерация кикбоксинга образовалась. Прошло три года и, конечно, крымские спортсмены стали уже некоторыми членами сборной России. Молодежь ваша, допустим, юноши и юниоры уже в состав входили сборной России, которые принимали участие на первенстве мира. И массовое развитие, что я хочу отметить на данном этапе, что очень много спортсменов сейчас представлены. Поинт-файтинг, раздел, в котором проходят поединки чемпионата России, один из наиболее сложных. Тут бой спортсменов прерывается после акцентированного попадания, за которое судьями начисляются баллы в копилку участника. Акцент делается на точность. Финальные поединки чемпионата Всероссийского турнира, а также Кубка Надежды пройдут 17 декабря. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова